Селяму алейкум, я фирды, генноль-геннольдэн программа с ве мемноннеет или мец излерна бугунки мыса формызнен таны штурмага и стеем бух алхамзнан белле ердеса актриса с эльзара баталова КОНЕЦ Селяму алейкум, Эльзара. Селям, Эльмаз. Селям, достлар. Эльзара, бізде олебыр гюзель ананія бар, эрбырмы сафыр озуны озы таныта, озуны тарифета. Озяхында не айтарады. Шаркаджи, ондан сон она, продюсер тэкаран, ве актрис насыл татарджа, актрис олор, да? Я табиат чизгелеран насыл. Табиат гюзель, шахаджи, яшаиш севем, эр кун байрам кобык яшаем. Машаллах. Кстати, откуда берёшь такую лёгкость? Во мне есть две эльзары. Одна, которого видят все, а другая, которая иногда дома занимается самоедством. Расскажи об этом. В мир всегда. Мне повезло, счастливое детство, хорошая семья, прекрасных два брата, которые меня защищают и защищали всю жизнь. Они дают мне такую мужскую поддержку. Поэтому я чувствую себя девочкой, младшей в семье. И, наверное, поэтому и этой лёгкости есть. А так я очень самокритична. Каждый раз, выходя на сцену, всегда я волнуюсь. Вот, наверное, Эльмас, ты как певица меня поймёшь. Потому что вот сколько лет на сцене, с девяти лет, всегда стресс. Всегда, во всём стресс. Я знаю, да. А выйду на сцену, всё, мне легко, мне хорошо. Но перед выходом это просто мини-стресс. Мне снятся сны, как я выхожу на сцену, не срабатывает микрофон. Или я забываю слова. То есть это очень непростая профессия эмоциональная. И, казалось бы, уже столько лет пора научиться, расслабиться и получать удовольствие. Нет, я таких артистов, если честно, не встречала. Да? Все всегда волнуются. А я встречала. Как ты анализируешь себя после выступления? Ну, себя дома я не слушаю. А вообще можешь себя слушать? И в машине. Потому что я знаю, есть артисты, которые только себя и слушают. А ты не можешь себя слушать? Я себя не могу. А смотреть можешь? Мне надо, чтобы прошло время. И я тогда могу посмотреть материал и сказать, «О, ну ничего, батало, так нормально». Можешь сказать себе «нормально». Могу. Можешь сказать. Да, иногда даже похвалить могу. А иногда нет. А как тебя критикуешь? За что критикуешь? Вот что тебе в себе не нравится? Я когда… Как тебе сказать? Если взять именно творчество, сценическое, я люблю правду. Когда правда в песне, это когда переживаешь песню каждый раз, как в последний раз. Когда иногда не срабатывает это чувство, и вроде поешь, и вроде слова вникаешь, но мороз по коже не идет. Каждый раз, когда я вижу правдиво, тогда да, я верю. Я верю артисту, я верю себе и другим. Поэтому, наверное, редко хожу в театр, потому что так научили образование. Вижу, когда фальшивят. Вот. И когда искренность, когда правда, это совершенно другой кайф. А за что критикует Эльза Работаву? Ой, сейчас, ты знаешь, я не слышу. Ну хорошо. А раньше я слышала постоянно, даже можно так сказать. Это какие-то разговоры, касающиеся моей личной жизни. Как правило, ничего не имеет близкого к реалиям, тем, что у меня было в жизни. И меня сначала это очень сильно задевало, потому что какой-то мне такой образ пытались кто-то, я не знаю, может, людям может так интересней, какой-то легкомысленной девушки. Меня это очень злило, потому что я в крымско-татарской образованной, воспитанной семье родилась. И меня оскорбляло, когда обо мне думали, что я легкомысленна. А в профессиональной деятельности, кстати? Но, с другой стороны, вот эта вот легкость моя, может быть, и давала такое ощущение людям, ой, она такая воздушная, легкая там. Вот. А в профессиональной деятельности… Нужно с тобой просто познакомиться. Ты знаешь, когда с тобой знакомишься, все сразу… По-другому. Все сразу по-другому, да. Нужно всем больше с тобой общаться. Но сейчас мне вот настолько все равно. Я настолько научилась кайфовать от каждого дня и любить себя. А для этого надо было много времени. А как это? А как это любить себя? Я делаю то, что я хочу. У меня полная свобода. Я делаю то, что я хочу. Я общаюсь с кем я хочу. Я пою, что я хочу. Я ем, что я хочу. И делаю… Это самое главное. Делаю, что я хочу. Вот. А когда выбираешь ту или иную песню, вот чем руководствуешься? Мне очень повезло с авторами. На моем пути встречались единомышленники. Для меня… Я всегда брала песни, часто покупала песни, в основном покупала песни, которые соответствовали мне тому времени и тому моему ощущению, которые есть на тот момент, на тот или любой момент. И в этом вопросе я никогда не экономила. Сколько стоили твои песни? Значит, раньше цены были одни. Крайняя моя песня обошлась мне в 3 тысячи долларов. На неё я сняла недавно клип на турецком и на украинском языке. И, надеюсь, в ближайшие две тысячи, вот уже настал этот год, я смогу презентовать людям. При этом хочу заметить, что у меня нет машины, у меня нет вилл-дач. Я фанат своей профессии. Заработанное вкладываю в своё же дело. Многие реалисты вообще не понимают меня. Говорят, ты вообще странная какая-то. У твоих знакомых уже и то, и то, и недвижимости. А у меня нет возможности много зарабатывать прям, да? Бизнеса нет параллельно никакого. Я вот артистка и всё. Не, ну артистам очень сложно зарабатывать. Сейчас да. Вообще сложно, чтобы заработать себе на виллы. Мне кажется, это даже и невозможно. Нет, это возможно. Шоу-бизнесы в Украине работают. Единственное, есть некая монополия. Есть люди, за которыми стоят... Есть артисты, которых мы видим. За ними все стоят или политики, или бизнесмены, или олигархи, которые со старта могут вложить в артиста миллион, два миллиона долларов. И потом они отбивают, они наполняют стадион. Это известная схема, она работает. Самому, вот мне, очень сложно. Потому что у меня таких нет продюсеров. Я сам себе хозяин, сам себе режиссёр. Но есть свобода. Но ты ведь давно в Киеве. Да. А что мешало влиться в украинский шоу-бизнес? Ой, вот это татарское воспитание. Не верю. Татарское воспитание. Ты знаешь, какие-то комплексы. Вот не было внутренней свободы. Вот это стеснение. Ой, так вот нехорошо. Ой, вот туда. Ой, мамочка не отпускает. Ой, мамочка поехала со мной. Ой, тот контракт, мамочка. А что же вот мама? Ой, ты будешь ночью работать где-то? Нет, это нехорошо. Потому что, правда, когда я начинала, вот просто был карт-бланш. 16, 17, 18 лет украинский шоу-бизнес только зарождается. Артисты только-только появляются. Тогда Ани Лорак, Бужинская, Бучинская. Но гиперопека моей мамы это было просто что-то. Мы везде ходили парой. Но я ей за это благодарна. Не жалеешь? Нет. То есть ты сейчас находишься сама по себе, и тебя это устраивает? Да. Устраивает, но не совсем. Сейчас мне бы хотелось подписать какой-то контракт с каким-то лейблом, желательно международным. И я чувствую в себе силу опять. Я чувствую наконец-то в себе силу опять. Потому что после 2014 года у меня не было ни желания ни петь, ни вообще что-либо делать. Сейчас я вот заново ощущаю себя. Я восстановилась за последний год эмоционально очень. И собрались, есть люди, есть команда, и есть желание дальше творить. Вот. Если говорить о эстрадной музыке. Вот эстрадная музыка, она прививает вкус или веселит. Вот в чем смысл эстрадной музыки? Задача артиста? Эстрада — это дело молодых. В основном эстраду и диски покупают молодежь. И на концерты ходит молодежь. В основном. Но мне, как бы, я понимаю, что молодежь уже это другое поколение. Я вижу по своему сыну. Как-то рассчитывать и завоевывать публику молодую, наверное, уже распыляться не стоит. Мне стоит моего возраста, скажем так, аудиторию взять и дальше идти. Вот. Потому что уходить в какой-то там андеграунд молодежный, совершенно оторванные какие-то вещи, я уже не готова. Вот. У меня есть что, как женщине, рассказать. У меня уже, как женщины, много что есть поведать через песню. А вот Погачева, да? Ну, Погачева. О, ну спасибо за сравнение. Ну правда, знаешь, уже вот пришла такая зрелость, я бы сказала. Ну вот, сценическая. То есть «Эй, углан» — это уже хорошая песня, но это уже прошло. Ты бы сейчас лирическое что-то спела. Что-то лирическое, может быть, и не лирическое, но в другом формате совершенно. Смешно, когда взрослые женщины начинают там оголяться, одевать на себя чересчур много страз, начёсы, накачивать силикон. Мне вот это всё смешно. Я за натуральность во всём, за искренность. И сейчас столько женщин, таких как я, которые где-то переживают одиночество, неразделённую любовь, или наоборот любовь, или проблемы с детьми, или боязнь, что будет дальше. Вот наш пласт как-то вот не задействован абсолютно. Все думают или о молодёжи, или о политике. А про нас, про девочек кто подумает? И заработала. Да. И мужчинам, мне кажется, это будет интересно. О мужчинах мы обязательно сегодня тоже поговорим. Если говорить о музыке, что сегодня происходит в крымско-атарской музыке? Учитывая последние события. Ты знаешь, был период, когда крымско-атарская музыка так хорошо-хорошо развивалась, шла-шла, и резко вот сейчас, это на мой взгляд, я вижу, что мы остановились. Эльмазик, полностью с тобой согласна. Культура как таковая у нас вроде есть, и артистов много есть, но это всё очень на самодеятельном уровне. Я не хочу никого обидеть, абсолютно. У нас очень талантливый народ. Но из того, что я слышу, к сожалению, это перепевание болгарских каких-то мелодий, молдавских каких-то, вот эта вот бесконечная такая, какая-то мишура. И как-то нет площадок. И площадок нет. А всё потому, что АТР уже не в Крыму, понимаешь? Потому что вот расцвет, когда-то Сейран Мамбетов, там ГТРК Крым, Рифат Маликов, Шевкет Агамеметов. Помнишь, в самом начале? Радио Мейдан. Всё это когда только-только начиналось. Они вели потом. АТР проводили такие концерты, акции. Сейчас, к сожалению, в Киеве сложнее, потому что все наши артисты находятся в Крыму. И, наверное, может и поэтому артистов, кроме… Из-за того, что только свадебные площадки, они подстраиваются под публику. О, вот точно. Наверное, поэтому такие песни ни о чём. Пустые абсолютно. Главное, чтобы люди, когда ели, было им весело. И имён как-то нет, да? И имена вроде есть. Что самое интересное? Я вот послушала недавно несколько молодых артистов. И такие симпатичные всё. Песен нет. Песен нет. Текстов глубины нет. Мелодики нет. Это всегда была проблема. Я не помню, чтобы в нашем периоде даже в формировании крымско-латарской музыки были какие-то хорошие эстрадные композиторы, тексты. Или я ошибаюсь? Были. Ошибаешься. Были. И не было бы Февзи Белялова и всех наших молодых артистов. Это больше фольклорная музыка. Фольклорная, но они и вальсы исполняли. И были. И не хочу сейчас обижать. Я там сотрудничала и с Идипом Асановым когда-то. Он очень хороший мелодист. И с Сервером Кокура. И с молодыми. Вот Марлен Мамутов. Сейчас крайнюю песню сделана. Риман Балич. Они есть, точечно появляются. Но это очень... Вот из молодых сейчас вообще проблема. Раньше лучше дела обстояли, как на мой взгляд. И нужна площадка. И нужно финансировать и помогать молодым артистам. Вот что мне кажется. Это самая большая проблема. Кстати, ты сказала телеканал АТР. Телеканал АТР, я думаю, в судьбе каждого сыграл важную роль. Это хорошая площадка для многих из нас. Это да. И для тебя тоже. Шесть лет жизни. Мама, не горюй. Да. И проект АДЖББР. Какой роль сыграл телеканал АТР в твоей жизни? Я думаю, мне кажется, что это был самый-самый удачный вот такой пик твой. Как телеведущей – да. Как певицы – вообще нет. Потому что, ну, как певица я наоборот свою творческую карьеру убрала в сторону, как певицы. Это какие-то точечные были выступления. Я там заказывала песни, выступала. Как телеведущей – да. При том, что это было очень смешно, когда меня пригласили когда-то на АТР кулинарная ведущая. Думаю, что ж такое, я ж готовить не умею. А ты так хорошо вписалась. Это был удачный проект. Я ж готовить не умею. И ты была на своем месте, кстати. Что будет? И, знаешь, еще мало того, что готовить, сказали задавать острые вопросы. А я такой безобидный человек, правда. Для меня задать какой-то неудобный вопрос – это просто невозможно тяжело. И тут вот, знаешь, первая съемка – вроде ничего. Вторая, хотя там много было лично у меня к себе вопросов. Но третья съемка – это был стресс. Вот только тебе рассказываю, я пригласила на эфир Инвера Измайлова и задала ему, как на мой взгляд, мне казалось, там, обычный как бы вопрос, но он очень оскорбился. И оскорбился так, что он вышел со студии, я его возвращала назад, и я просто извинялась. И это мой первый опыт телеведущей, которая хотела поумничать, понимаешь, острый вопрос задать. И мне тут же друзья подсказали – о, задай то, подай. Вот и задала, извини, Бедя. Ну это было ужасно, мне было стыдно. И я потом извинилась. Мы сняли программу, но он со мной несколько лет не общался. Мы недавно помирились. Вот такой опыт, знаешь, телеведущей. Это не просто, оказывается, задавать какие-то вопросы не совсем удобные. Это с гостью каждого свой характер, свое взаимодействие. Мало того, я же моталась с Киева, и тут жила, и в Крыму. И приехать, отснять, понять, что необходимо. Потом случилась аннексия – программа продолжает жить. 2014-2015 год, мне говорят, приезжай в Крым. Я приезжаю, у нас на границе останавливают поезд. Мы сутками сидим в вагоне, есть нечего. Окна не открываются, уже под Симферополем. Мы не понимаем, что происходит. Все в панике. Телефоны то работают, то нет. Мама там звонит мне, молится с другой стороны. Значит, и уже перехожу на АТР, помню эту ситуацию. Это паника, но не понимание до конца все-таки, что происходит. Потом возвращаюсь в Киев, выхожу на границы уже через все эти трудности с этим розовым чемоданчиком, кулинарная ведущая. А с нашей стороны одни военные, эшелоны с военными, танками, оружием и никого из местных. И я с этим розовым чемоданчиком, и все военные смотрят на меня. Это и были риски где-то. И я все равно продолжала вести, хотя тогда могла сказать нет. Потому что для меня этот проект был частичкой моей жизни. Потому что зритель уже стал частичкой моей жизни. Наверное, вот эта любовь людей, народа, пусть это так громко сказано, но вот она спасала и спасает по сей день. Было хорошо, была классная команда, она и есть, все хорошо, и дай бог всем процветания. Да, это был прекрасный период. Да, это был интересный. Это был интересный период, это было что-то новое. Он был сложный в Киеве. Вот в Крыму многие думают, что ты ж тут в шоколаде в Киеве, вы ж там живете, во, это мы там мучаемся. Но я хочу снять иллюзии, что нам тут не было хорошо и сейчас. Наш дом – это Крым. И наш зритель – это Крым, крымские татары и крымчане в целом. Поэтому ничего не хорошо. И с деньгами нас здесь не засыпают. И наоборот, я бы даже сказала, большие сложности. И когда мы сюда переехали, у Аджио Бибера не было уже таких бюджетов и возможностей, такой павильонной студии, чтобы снимать. И я занималась всем сама, начиная от поисков ресторанов, гостей. И все, тогда откликались эти рестораны, давали павильоны, все это бесплатно. Но это было очень стрессово, это было тяжело. Это было сделано для того, чтобы крымчане смотрели. Вот такая вот, знаешь, ну такая вот миссия была, я даже так скажу. Потом в один момент я сказала, все, я не могу, все, стоп. Я реально стала болеть. Я поняла, что у меня нет сил. Вот у меня нет ресурса. Ну у тебя было еще радио «Мейдан». Да, да. Ты запустила, можно сказать, радио «Мейдан». Да. Радио «Мейдан», хорошее радио, сложный процесс был. Тоже все здесь с нуля. Кроме музыкального архива тоже ничего не было. Ни оборудования, ни один компьютер. Ребята, которые выставляли на ветру эту антенну. Она падала там что-то как-то. И все делала своими силами. И все делала своими силами. Это правда, это где-то героические поступки. И не надо сейчас преуменьшать заслугу тех людей, которые в то тяжелое время на энтузиазме все это делали. А почему ушла? Для вас, дорогие крымчане. А почему ты ушла с канала, с радио? Да. Ведь ты болела этой работой. Вот ты постоянно об этом говоришь. Болела. Вот потому что я уже не чувствовала себе ресурсы. Я выдохлась. Я выдохлась. Легко сдалась, ты знаешь, выдохлась. Я прям выдохлась. Я приходила домой, а у меня, извини, руки там трусятся. У меня уже вместо светлых, позитивных идей, креатива, у меня вообще какая-то каша-малаша. Мне плохо, все, жизнь серая. То есть я же девочка. Но я девочка, я не военный. И каждый день жить в состоянии стресса, в состоянии какой-то войны. И доедать те деньги, которые были заработаны до аннексии, у меня уже не было сил. Поэтому я вот сказала, стоп, мне нужно восстановиться. Я восстанавливалась. Не жалеешь? Нет. Я съездила в Париж, я съездила в Италию, я съездила в Турцию. Я набралась эмоций. Я слежу за тем, что делает АТР. Мне очень интересно. Я так же сопереживаю. И что скажешь? Что делает АТР? Как тебе сегодняшний контент? Тут Ленур Эдемыч не ходит нигде. Нет. Но люди стараются. Люди стараются. Единственное, что… А что не нравится? Ты же не договариваешь тут. Я не договариваю, да. Я не договариваю, потому что мне не хватает моего крымско-натарского. Мне не хватает… Ну ты ушла, а Джубибера нет. Нет. Мне не хватает вот своей родной деревни, я кто кажут. Понимаешь? Политику обсуждают на всех каналах с утра до вечера одни и те же головы. Они ходят друг к другу в гости, они друг к другу. Кто-то поддакивает, кто за какую партию. А мне вот не хватает каких-то, скажем, эмоций про жизнь. Мне не хватает каких-то фильм про нас. Вот жизни мне не хватает. Я устала от политики с утра до вечера. Она должна быть, но должна быть в меру. Мне не хватает тех ведущих, которые когда-то были на ТР. Я их всех очень люблю. Ту нашу команду тоже. Вот. Для меня они тоже частичка уже моей семьи. Вот я скучаю. Поэтому я не та фокус-группа, на которую можно ориентироваться. У меня есть свои любимчики. Чем ты сейчас занимаешься? Я бы хотела, чтобы все объединились. Вот что я хочу сказать. Интеллигенция крымско-натарская. Чтобы срочно объединились во всех классах. А каким образом? Вот ты говоришь, чтобы интеллигенция объединилась. Вот каким? Часть народу находится в Крыму. Часть здесь. Ты знаешь, я чувствую, у всех там своя правда. Здесь своя ситуация. Да, да. А вот как можно объединить все-таки? Во-первых, народу надо перестать ныть. Знаешь, у нас такая поза ноющих, бесконечно плачущих, страдающих. У нас колоссальная история. У нас титульная нация. Крым и хана Гирея и все остальное. С ними считалось и османы, и переговоры все велись на равных. И история показывает, что у нас очень сильный духом народ, у которого много ярких исторических личностей. Очень сильная генетика. Я считаю, что хватит плакать. Тяжело будет, наверное, это жизнь. Но надо собраться и идти дальше вместе. И понять, что… А как идти дальше вместе? Вот как идти вместе дальше? Вот этот вопрос я с себя задаю каждый день. Вот как идти вместе дальше? Как договориться все-таки? Как объединиться? Да. Расстояние раньше было еще сложнее. Да. Те, кто жил в Узбекистане, им было гораздо сложнее возвращаться в Крым. Они 50 лет возвращались. Да. А вот как сейчас нам объединить народ? Хороший вопрос. Такой, знаешь, я бы сказала политический. Как объединиться? Нас объединит наше общее прошлое. Не 44-й год, а времена побед. И есть у нас, слава Богу, лидеры, которые могут, мне кажется, и имеют вес в объединении. Просто, наверное, надо встречаться и надо разговаривать. И каждого слышать. Каждую сторону надо услышать сначала, у кого какие-то вопросы, у кого какие-то претензии. Потому что невозможно выиграть большую войну, если мы внутри, вот такой маленький народ, не объединимся. Просто. По культуре, я хочу тебе сказать, это ж печаль. Я сейчас стала изучать, что там происходит. Потому что недавно впервые за 4 года съездила в Крым. И мне рассказывают ситуацию мои коллеги-музыканты. Собираются вечеринки кавказские. Приглашают крымские татары. Платят кавказским артистам. Большие гонорары. Собирают залы по полторы тысячи человек. Рестораны в азербайджанских ресторанах организовываются. И наши крымские татары идут, покупают билеты и сидят, слушают и платят извне. Я не против кавказской музыки, боже упаси, и какой-либо другой культуры. Но, ребята, а если мы друг друга нашу культуру не будем поддерживать и не делать не только свадебные мероприятия, а какие-то культурные вечера, будь то в Киеве, будь то там в наших дернеках, будь где-то еще. Но, еще один момент, не бесплатно. Это невозможно. Ты знаешь, вот мне столько лет, я устала петь за ваттанзами лет бесплатно. Я могла, когда себе это позволить, я это делала. Но когда я вижу, что, собственно, есть возможность хоть как-то поддержать, это же уходит потом опять в это дело. Но это я сейчас про культуру. От телеканала АТР, ты знаешь, раньше АТР занимала эту нишу, мы организовывали концерты и как-то воспитывали народ и как-то тем самым хорошими концертами могли прививать вкус. Сейчас, к сожалению, этого нет. Я тоже не понимаю. Я не понимаю наших очень многих соотечественников, когда они тратят такие большие деньги. Да. Нет, я думала, что это все разговоры. Я это слышала. Но когда я поехала, и мне прям вот доходчиво, вот прям где… Вот Шаштам Халдам, у нас какого будущего не будет. Наши дедушки, бабушки стремились, возвращались в Сибири, с Узбекистана, в неволе, сохранили наш язык. Все. И сейчас так легко молодежь сдается. И это мне просто поразительно. Вот я очень люблю нашу молодежь. Она у нас красивая, умная. Ну не ведитесь, Балар, ну не ведитесь. Это идет конкретная ассимиляция. Девочки молодые, крымские татарки, не колитесь себе в лица силиконы в другие места. Слава Богу, у нас… Это, кстати, вообще прям проблема. Хорошо, что с тобой хоть можно на эту тему поговорить. О статуировке. Да. Нет, ну слушай, у нас девчонки такие красивые. Что это за мода сейчас? В двадцать, в двадцать один, двадцать пять. Вот это вот все. Вот это… Ну, ребята… Да, открываешь инстаграм и удивляешься, когда смотришь на имя, это крымская татарка. А почему я стала смотреть? Сказать, у меня сын подрастает. И я уже такая себе свекруха. Ага. Выбираешь уже невесту. Да. Я стала подглядывать за девочками, думаю, кто ей что. И у меня тихий шок. Я за натуральных красавиц. Девочки, берегите себя. Слушай, мы с такой серьезной темой перешли в другую. Нет, мы сейчас вернемся… Нет, это не менее серьезно. Мы сейчас вернемся еще к серьезной теме, коль мы заговорили о Крыме. Ты знаешь, все-таки со всеми проводились беседы, всех пытались склонять, когда произошел четырнадцатый год, и артистов тоже. Да. Что с тобой произошло? С тобой беседовали, пытались ли склонить на свою сторону? Ну, наверное, одно из первых, да. Когда все это сразу случилось… Кто с тобой общался? Какие были предложения? Ты знаешь, я сейчас фамилии не буду называть, потому что я же хочу в Крым съездить еще, ты шутишь? Тут в целях своей безопасности я не буду называть. Но это были крымские татары? Нет, это были московские евреи, которые при серьезных погонах и в Москве были переговоры о том, чтобы я выступала за Россию восемь месяцев, чтобы я не только сама выступала, чтобы я организовывала концерты, приглашала украинских артистов, русских бы они предоставляли. И я была крайне удивлена, почему это было мне такое предложение. У меня был просто шок и большие деньги. Но… А можешь сумму назвать? Три миллиона долларов. Три миллиона за восемь месяцев? За восемь месяцев. Ну, там бюджеты на сцену, это не только мой гонорар, это вот то, на что восемь месяцев как бы, да, надо было… И вы ж не хотите, чтобы крымские татары погибали, вы ж не хотите войны. А еще и угрожали. Надо успокаивать было через концерты. Я сейчас об этом легко говорю. Тогда у меня был шок. И я сказала, вы, наверное, вы переоцениваете меня. Я говорю, не имею такого веса. Я выйду перед народом, меня закидают помидорами. Мой же народ. Нет, вот вас люди любят, вас услышат. Я говорю, вы знаете, любят это как певицу одно, но быть рупором я не могу. В первую очередь меня закидают ваши, которые там ждут ваших денег, российские, вот как бы те, которые перешли на сторону. А вы тут раз… Я искренняя? Правда, абсолютно. Это правда. Я говорю, я его убью-то или с той стороны, или с этой. Я говорю, нет, вру. Я нет не сказала. Мне же надо было улететь назад. Я сказала, что я подумаю. А когда я приехала домой, я закрылась дома, закрылась на кухне. И маме говорю, мамочка, ту-ту-ту-ту. Моя мама, почему… Медум хозум, йох, йох, медум хозум, тара-ля-ля. И потом неделю они звонили. Я не брала трубку. И всё. Никто мне потом не звонил. Никто мне потом по этому поводу никаких угроз. И всё нормально. Не было. Ты знаешь, я очень порой не понимаю артистов, которые говорят… Люди, которые занимаются искусством, они вне политики. Неправда. Я не могу их. Вот я не согласна с этим мнением. И меня очень многие удивляют. Даже сегодня среди наших соотечественников я занимаюсь… Я дизайнер. Я занимаюсь творчеством. Не важно, на каких площадках. Нет. Есть артисты, которые, собственно, особо никому просто не интересны. Или дизайнеры. Правда, они там занимаются чем-то своим, их не трогают. Но если ты выходишь на определённое имя, ты становишься узнаваемой. Невозможно. Ну, культура… Ну, как бы… Это всё очень взаимосвязано. Политика и культура. Тому пример сейчас мы имеем президента из кинобизнеса. Вот. Это настолько влияние на массы. Потому что артистов любят. Артистов слышат. Им верят. Всё-таки артист должен сохранять позицию. Вообще да. Конечно. Как любой человек. Ну, это, знаешь, это должно быть нормальный человек. Как любой. Вот. Но это всё очень взаимосвязано. И очень тяжело в этом варьировать. Вот я всю жизнь, честно, я пытаюсь как-то вот аккуратно заниматься творчеством. И быть полезной, созидательной для людей. Но ты же сохранила позицию? Сохранила, но я же не богатая. Эльмаз, я же совсем не богатая. Но всё-таки совесть, наверное, всё-таки вождей. Совесть есть. Ну, всё-таки это гораздо… Свободная, вольная, не богатая птичка. Знаешь… Малах есть. Вот я очень… Ты верующий человек? Да. Я читаю молитвы. Я верю. Просто я об этом не кричу. Я очень верю. Мало того, я верю, что он меня ведёт с детства. Ну, кто там вот Всевышний, он мне помогает и защищает. Знаешь, как ты читала о чешской оккупации. И были артисты, которые пошли на сотрудничество, а были те артисты, которые 20 лет молчали. И в итоге народ оценил тех, кто сохранил позицию. Да. И когда говорят, я занимаюсь творчеством, честно сказать, я вот не согласна с такими артистами. Нужно сохранять позицию. Обязательно. Обязательно. А ты вообще веришь, что это всё закончится? Ты задаёшь такой сложный вопрос. Раньше, когда вот мы только-только… Я что-то думала… Ты знаешь, я думала, что это три года будет. Лично я думала, что это года три. Ну, не может быть такого. Я вообще думала, что это сон. Пока сейчас, недавно… Вот я съездила в Крым. Четыре года меня не было. И я вижу, что это уже не сон. И люди привыкают. И у меня было, знаешь, ощущение… Вот я дома приехала в Крым. Красивые дороги. Чисто. Вот обложечка просто великолепная. У меня такое сравнение с женщиной, которую мужчина взял насильно. Посадил, одел ей бриллиантовые серёжки, ожерелья в виде дороги Керчи вот этой всей красивой. И он хочет, чтобы люди вроде любили. Но параллельно ездят танки, проходят антитеррористические мероприятия показательные для людей. Стоят рупоры, которые вещают советские, значит, лозунги. Коммунистические, вот Ленин везде. И у меня диссонанс. Ребят, если крымчане так хотели быть в России, чего же вы их так постоянно морально-то держите? Зачем вы по телевизору с утра до вечера занимаетесь гипнозом, настраиваете против ваших братьев-украинцев? Слушай, я на саммитах выступала перед президентами всеми, перед министрами обороны разных стран. Самые близкие всегда были Украины и России. Они пели и пили до утра. И тут вот такая история. Мало того, это когда-то, конечно, закончится. Но я не знаю, чем это закончится для крымских татар, если сейчас крымские татары не объединятся. Ты давно в Киеве, и сейчас очень многие соотечественники переехали в Украину. Как тебе наше национальное движение сегодня? Ты таким тихим голосом это сказала? Я хочу тебе сказать, что люди делают все, что они могут. Не хватает молодой крови, как по мне. Сейчас появляются несколько, там появились, слава Аллаху, молодых лиц. Срочно нужна молодая кровь в политику, в культуру, везде. Их надо поддерживать, их надо учить. А как их со страхом? Ты знаешь, очень многие боятся. И молодежи надо убрать амбиции. У нас, знаешь, такая молодежь, все ханы. Надо слушать старших, учиться у старших. Им есть что рассказать. Но старшим надо дать дорогу молодым. Потому что, если мы, да, очень уважительно отношусь к нашим всем лидерам, вопросов нет. Но если не будет молодежи, дальнейшего я просто вообще не вижу. Вот я сейчас так чувствую. Ты знаешь, у многих есть страх, есть потенциал, но люди как-то боятся в этом всем участвовать. Как быть с этим? Мы вот недавно тоже на эту тему говорили, что почему вот раньше, в самое тяжелое время, были такие молодежь, и там в огонь, и в воду, и медные трубы. Сейчас такого нет, потому что молодежь другая. Они стали более материальные. Они хотят стабильной жизни. И это нормально. Но стабильная жизнь именно у крымских татар будет только тогда, когда мы сможем постоять за себя. Меня бабушка воспитывала. Хазым, никуда, никогда. Мышечка никогда не заигрывает с кошкой. Хазым, пожалуйста. И вообще молчи скромненько в уголочке. А почему мы не кошки? Почему наш народ постоянно в состоянии мышки? Вот это мне непонятно. У нас, я же говорю, нация сильнейшая. Им просто надо общаться. И появится молодая кровь. Это сто процентов. Она уже есть. И просто с ними надо учить. Вот скажем так. И объединиться срочно. Вот на всех позициях. Срочно. Иначе будем просто... Знаешь, как караим и гарплар вымирают. Вот будет такое будущее. Угу. Ну вот у тебя тоже есть возможность занять эти позиции, эти ряды. Слушай. Ты знаешь, я хочу заниматься творчеством. Вот я вот уже думала об этом. Вот мне все говорят... Вот я как певица, как актриса, как продюсер, больше могу сделать в пользу, чем в чем-то другом. А ведь ты была знакома со многими известными и российскими режиссерами, с Никитой Михалковым. Да. Ты с ними сегодня поддерживаешь? Ты с ними общаешься? Никита Михалков, мы с ним плотно общались до аннексии, и на переговоры летали. Он очень мудрый человек, причем он подошел сам когда-то ко мне. Когда случилась аннексия, я ему позвонила. Угу. Угу. Он мне сказал, жизнь – игра. Угу. 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 Мы видим их образы по телевизору. В жизни, как правило, это совсем другая история. Так Никита Михалков был прав, всё-таки жизнь игра. Жизнь игра, но у них чёткая своя позиция. У них, я так понимаю, наверное, это и запланировано всё было. Я так уже сейчас думаю. Вообще-то жизнь игра, жизнь театр. Но просто в нашей позиции надо этот театр использовать в наш плюс. Потому что не надо, чтобы нами пользовались. Надо научиться народу, чтобы за нами шли. Ты знаешь, коль мы заговорили уже и о Крыме, я тебя очень хорошо помню. Как-то ты знаешь, ты шла в такой белой шубе по улице Пушкина. И ты была тогда помощником Гриценко. Да, но шуба была куплена за мой гонорар задолго до работы Верховной Рады. Вот расскажи об этом. Она у меня сейчас есть. Я ещё так это запомнила. Думаю, помощник Гриценко, я сама и заработала. Советник Гриценко ты была. Советник Гриценко. Советник, да. Советник Анатолия Павлович. Что-то удалось реализовать? Смотри. До назначения на этот пост я работала в ансамбле пограничных служб Украины в Киеве. У меня было много концертов. Я знала саму суть построения концертов, как всё это работает. Понимала всю кулинарию культуры. Потом, поехав на концерт, я упала со сцены. Упала со сцены, я потеряла концерт, я потеряла… Да, был сложный период, два травма позвоночника. И в тот момент Анатолий Павлович предложил, он по-человечески предложил, говорит, «Эльзара, идём к нам в Верховную Раду». Ну, он сначала со мной поговорил про филармонию, ещё, 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 ещё. А потом, я была там всего лишь полтора года. Я была очень смешна. Я сейчас себя вспоминаю, потому что я ходила по коридорам, где ходит Цеков, Аксёнов и все остальные. Неприятные люди. Нет, я с ними дружила, кроме с Цековым. Я приходила, давайте кофе попьём. И песни пела. Я же артистка, понимаешь? У меня нет грани, там какие политические… А что пела Катюшу, что ли? Нет, татарские наши песни, украинские, русские, всё. Потому что люди, по сути, одинаковые. Вот люди, если политику убрать, у всех одинаковые ценности. Все хотят жить мирно, хотят детей, хотят достаток, денег, путешествия. И в Крыму тогда такая была нормальная атмосфера уже. Всё, слава Богу, более-менее устаканилось. Поэтому и тут сразу дали одно серьёзное задание. Из моей творческой вот этой вот… Один месяц я вот так походила в коридоре. Второе. И я так стала переключаться, понимать всё, что происходит. Надо сказать, Россию никогда никто не ущемлял в Крыму при Украине. Никогда. Спокойно ездили российские артисты, выступали. Самые лучшие залы были для них. Значит, и фестивали «Русское слово», и школы все на русском языке. Когда говорят, что ущемляли, да ну не было такого никогда. Понимаешь, всё классно, все дружно жили, все национальности в Крыму. Потом взяли в один момент и вот это вот, знаешь… А сейчас общаешься, кстати, с Гриценко? С Анатолием Павловичем, да. Мы иногда созваниваемся, я его поздравляю с праздниками, со всеми. Он достойный человек, он порядочный человек. А он где, в Крыму? Он в Крыму, да, он в Крыму, вот из того, что я знаю, да. Человек с позицией? Да, он с позицией, но он… С фамилией Гриценко? Он отошёл, он отошёл. Насколько мне известно, уже давно от политики. Ну это был такой для тебя тоже опыт. Ой, колоссальный. И мне везёт на людей. Потому что потом пришёл Джарты, и у меня были разговоры с Джарты, переговоры. До этого мне сказали пойти поклониться Константинову, я не пошла. А был разговор с Джарты. Вот с Джарты у меня сразу не сложилось, с первого разговора, с первого взгляда. Он очень жёсткий человек был. И вот вроде мы поговорили, он говорит, вы культурой не будете заниматься, вы будете инвестициями заниматься. Мне это было как-то странно, но вот как-то… Но это всё было очень так жёстко. И выйдя из кабинета, я поняла, что ни я ему не подошла, ни он мне. Ну то есть вот диссонанс полный был. А в политику уж пошла бы? Стала бы министром культуры, к примеру? Знаешь, я бы, наверное, возглавила в Крыму, когда станет Крым крымско-татарским, я бы стала лидером. А почему нет? Я бы стала президентом Крыма, свободного Крыма. Приглашала бы к нам все национальности, всех. Проводила бы фестивали. У нас в Крыму и так много национальностей. Да, конкурсы, фестивали. Можно никого не приглашать. Инвесторы, добро пожаловать, понимаешь? Вот я бы из Крыма сделала такую процветающую культурную страну. Ну, дай Аллах, пусть так и будет. А чем сейчас занимаешься? Я сняла клип, снялась в двух фильмах. Один сериал, другая кометражка. Фильм, кстати, у Эрнеста Сарахалила. Памяти, посвященный Решату Амитову. Фильм очень сложный, очень тяжелый, хоть 10 минут. Там главная роль, конечно, у Рустема, от партнера. Я играла небольшую роль, но все равно очень интересная работа. Мне очень, я еще никто не видел, это внутренняя была такая презентация. Фильм достойный. А чем я буду заниматься в этом году, пока не знаю. Вернее, знаю, но не скажу. Я радуюсь сейчас каждому дню. Утром просыпаюсь. А на что ты живешь? Вот, ты знаешь, мне все задают этот вопрос прекрасный. У меня есть вот концерты, какие-то небольшие выступления, потому что давать сольную концертную программу сейчас нет. В Киеве жить невозможно, это очень дорого. Нет, ну в Киеве жить, а в Крыму ты была, ты видела сейчас их цены? Там вообще космос. Поэтому Киев еще ничего, нормально. Вот, у меня были, скажем так, у меня была хорошая зарплата, которую я получала в мирное время на АТР. Я как мудрая татарская женщина в носок все складывала. Есть у крымских татар такая дырочка? Есть. Потом у меня были концерты мои, мероприятия, которые я тоже успешно туда складывала. И поэтому я могу сказать, что я была подготовлена чуть-чуть к этой ситуации, которая, ну, то есть я не растерялась, когда это все случилось. Сейчас я все свои деньги вложила в клип и в песню. Это риск. А что тебе даст? С этого можно что-то заработать? Или это просто вот я вложила? Да. С этого можно заработать? Можно заработать. Да, можно заработать. А каким образом? Единственное, что, ну, маловато, как тебе сказать, ну, у меня ресурсов мало финансовых. Если бы это было по-другому, если ты делаешь хороший продукт музыкальный, ты востребован, идут концерты, идут мероприятия, а это хорошие деньги. Шоу-бизнес — это вообще хорошие деньги. То есть ты делаешь шкрип, чтобы тебя в дальнейшем приглашали на площадки? Да, да. Площадки, контракты, идёт, 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 оно дальше идёт. Под лежащий камень вода, как говорится, не течёт. Вот, вот. Но у меня, вот как у женщин, никогда не было амбиции в карьере. Я очень семейный человек. Поэтому когда для меня семья — это первично. Мне заняться с сыном его делами, или с семьёй, или мамой, для меня это первично. А вот твой супруг, он известный бизнесмен. Помогает он тебе? Первый? Первый. Первый. Первый, конечно, нет. Как так? Первый нет, и многие удивляются, потому что, ну, 90-е годы — это один из самых был богатых людей в Украине. Он генерал. Он крупный был бизнесмен. Он человек, который приехал с Грузии, ни с чем и сам себя сделал. У него нет ни папы, ни мамы. Он очень умный человек. А почему он тебе не помогает? Он хороший экономист. Он грузин по национальности. Ну и что? У нас случилась любовь. Правда, это любовь. И сын мой — это плод этой любви. Я не жалею ни о чём. Но я была слишком юна, а он слишком взрослый. И когда прошли эмоции, наверное, всё и закончилось. И когда я как творческий человек, я сразу почувствовала, когда всё закончилось на эмоциональном уровне, «А жить без любви я не могу». Я взяла свой чемоданчик, свои игрушечки и ушла. И, соответственно, у них это так не принято в мире вообще, что и он где-то оскорбился, обиделся, но он к этому подвёл. И я была юна и глупа, я не понимала многого. Это ни вина ни его, ни моя. Но вот так случилось, как случилось. Но помогать ведь никто не мешает. Не помогает. Сейчас он уже давно, он уже не в том финансовом состоянии. У него случилось ряд проблем в бизнесе. И он стал банкротом. Но это уже… Вот я ушла, там таралаля-ля, у него было всё хорошо. То есть это я ушла не потому что… То есть мы расстались, когда у него ещё всё было хорошо. Ну а сын с отцом общается. Да, да, общается, общается. Но Гичка, знаешь, вот дети, с кем растут, они от того принимают. Да, вот я хочу тебе сказать, ты знаешь, когда Гирей работал у нас даже с нами вместе, когда мы его назвали Георгий, он говорит, нет, я не Георгий. Я Гирей. Он говорит, я Гирей, я Гирей. Да, я читаю, какие он посты пишет, это всё твоё влияние. Потому что кем больше части… Он так выбрал. Он выбрал, в большей части себя считает крымским татарином. Он уважительно ко всем относится, он просто считает крымским татарином более, чем я. У нас дома звучит музыка, он делает намаз, он ходит в джами по пятницам. Я этому его не учила вообще. Это вот он такой. Я аж переживаю. Иногда, потому что он очень такой чистый, вот, духовный такой парень. Вот ты сказала, что ты не можешь жить без любви. А есть сегодня у тебя любовь? Она у меня всегда есть. Всегда есть? И кто это? Просто часто бедные эти мужчины, они даже об этом не знают. А, ты просто их тайно любишь? Да, я же творческий человек. Творческие люди творят, когда любят. И для этого необязательно вступать в какие-то другие отношения. Так в жизни я очень не подпускаю к себе близко. Если это не очень серьёзная история. А вот влюбляться платонически, вот мне что-то там нравится. А какие мужчины? Какие качества ты ценишь в мужчинах? Ну, надёжность, мудрость, доброта, умение защитить. Самое главное, чтобы слова с делом не расходились. Я же артистка, ты знаешь, бесконечно. Ты что, отвечаешь, знаешь, как принцесса, такая маленькая девочка. Нет, просто нет. Что касается мужчин, да, я вот честно ведусь, мне что-то рассказывают, а мне постоянно все врут. Вот постоянно. И это какой-то кошмар. А мужчины, они же хотят понравиться и начинают… Мужчины, никогда не врите, вот зачем это, знаешь? Начинают что-то рассказывать. Но ты же влюбляешься. В кого ты влюбляешься? Очень много пишут. Очень много пишут. И в соцсетях, с разных стран. Есть культурные пишут, есть сексуального характера стихи. Мой сын иногда смотрит, посылает, сразу он мои соцсети просматривает, грубо, а потом мне пишут, «Лиза Раханум, я не хотела». Ну, я говорю, так вы же думаете, что пишите. А кто пишет? Турки, крымские татары, украинцы, кто пишет? В основном крымские татары сейчас. Крымские татары, пишут? В основном крымские татары, которые живут где-то в Крыму, здесь, кто-то с дернеков. Знаешь, люди влюбляются не в человека. Меня же как человека никто не знает. Люди влюбляются в картинку в телевизоре. Там что-то нравятся, какие-то черты или как поет. И для многих артистов, ну, почему одиноки? Потому что в жизни, жизнь — это совсем другое. В жизни бывают простуды. Бывают, когда ты лежишь там и не можешь встать. И не такой ты уж и красивый, потому что нет сил. А надо... Человек, когда любишь, ты его любишь в любом состоянии, в разное время, ты его поддержишь. Вот, поэтому это... Вот всё-всё, что в основном вокруг меня, это любят телевизор, но не меня. Вот. Ты всё-таки ждёшь? Или нашла? Я не жду, я рассматриваю варианты. А, ты рассматриваешь варианты. Да. Прекрасно. Если есть варианты, это замечательно. Они всегда есть, надо просто видеть. Научишь. Да. Видишь, как мы сегодня с тобой в тендене наделись. Я тебя научу, мальчик. Научи. Твоя идея о счастье. Что такое счастье? Это семья для меня, в первую очередь. Счастье — это семья. Утром просыпаться, выпить хавешечку вместе, помечтать, вспомнить, поехать путешествовать вместе. Счастье, ласковое слово, ласковый дотик, как-то кажуть. Вот это для меня счастье. Счастье моих родных, счастье моих друзей, моего народа, до всей Украины, всей планеты. Я против границ. Вот это для меня счастье. Вот когда этот дзен настанет, потому что люди все прекрасные везде. А кто твои герои в реальной жизни? В реальной жизни мои герои. Ой, какой сложный вопрос. Ты знаешь, я иногда влюблялась в людей, как в героев, а потом так разочаровывалась. Вот нельзя влюбляться в людей и ни в кого, потому что у всех есть плюсы, у всех есть минусы. Нет идеальных людей. Наверное, у меня нет героя. Вот сейчас у меня нет героя. Если говорить о Крыме, я люблю задавать этот вопрос, потому что Крым для каждого из нас очень дорог. В какой Крым мечтаешь вернуться? В мой? Где я буду президентом? Я же говорила. В свободный. В свободный Крым. Когда людей не будут разыгрывать, как пешку в какой-то крупной игре. В свободный мой Крым. И, наверное, Крымская татарца. Ну, конечно. Да. Ну, да. Это даже, даже, я даже не подумала это уточнить. Оно само собой разобидится. Чак Сахал Альзара. Сахал за такую интересную беседу. Взаимная мазочка. Желаем творческих успехов. Ну, а мы заканчиваем нашу программу. И гостем нашей программы была известная крымско-катарская певица, актриса Альзара Баталова. Будьте всегда с АТР, с нами всегда интересно. Субтитры создавал DimaTorzok